Здравствуйте, уважаемые коллеги! И давайте посмотрим, что лучше в этом году было реализовано, какие надежды оправдываются, какие тенденции вырисовываются. Во-первых, продолжается эротаргетная терапия, она никуда не исчезает, и включаются все новые и новые киназные ингибиторы, уже появляется второе, третье поколение, причем и в стандартных вариантах молекулярно-генетических нарушений, и в новых, но наибольшие прорывы, конечно, в утвержденных показаниях, GPR-мутация, ЛК-транслокация, РОС-1-транслокация, РЭД активно изучается и ряд других транслокаций. Какие исследования, на наш взгляд, были очень интересны? Во-первых, это попытка все-таки тотального молекулярно-генетического тестирования по плазме. Это очень актуальное направление, мы ждем окончательных результатов, и это исследование во многом сдвинуло ситуацию с мертвой точки. Понятно, что мы двигаемся в нужном направлении. В данном случае исследовались образцы опухолевой ткани и плазмы, в данном случае 282 образца ткани и 282 образца плазмы на основные молекулярно-генетические нарушения. И результаты не могли не порадовать. В ткани выявлено по утвержденным показаниям 21% случаев молекулярно-генетические нарушения в плазме, 27% при этом в плазме достоверно время на диагностику уходило меньше. При этом конкордантность исследований по основным мутациям была очень высокая. Пожалуй, лишь по определению транслокации РОС-1 остаются большие вопросы, и я думаю, это будут дальнейшие исследования. По ЭДЖФР мутации конкордантность постепенно вообще приближается к 100%, а по АЛК-транслокации БРАФ мутации показатель колеблется в зависимости от тестов где-то от 70% до 80% очень уверенно. Но определять надо, определять можно. Дальше та самая борьба, которая разворачивается на наших глазах между представителями, которые отстаивают теорию последовательного назначения ингибиторов тирозозинки, нас в разделе ЭДЖФР мутации, и наилучшей стратегии назначения препарата, которая дает лучшие результаты. Вот здесь мы видим, что одно из исследований, которое было доложено в этом году, где в клинической практике использовался препарат ингибитор второго поколения, афотенип, достигнуты достаточно серьезные показатели по общей выживаемости. А именно это и есть та точка, по которой сегодня пытаются сравнивать эти две стратегии, последовательную и сразу назначение ингибитора третьего поколения. Так вот, для пациентов с мутацией в 19-м экзоне и статусом ЭКОК-01 показатель на сегодня составил 36,4 месяца. Достаточно приличный результат. Однако я боюсь, что за этой борьбой кое-кто может и проиграть, потому что, занимаясь вот такими междоусобными воздействиями, посмотрите, что происходит. Например, эрлотениб с рамоцирумабом, либо химиотерапия с гифетенибом, они уже имеют достаточно серьезные выигрыши даже по времени без прогрессирования. И в случае, если в этой группе потом появляются изменения в виде 790-й мутации и возможно назначение асимертениба, здесь уже показатели общей выживаемости, они отрываются от таковых, как при простой последовательной терапии в монорежиме используют ингибиторов тирозинкинас, так и назначение сразу лучшей. Посмотрите, вот подход сразу комбинированного лечения с последующим переходом потенциально на асимертениб у каждого второго пациента даст медиану общей выживаемости 34 месяца, в то время как последовательная терапия бьется за показатели где-то на уровне 26-28 месяцев. Будем с интересом наблюдать за дальнейшим развитием событий. Что еще? Ну, медмутация потенциально очень хорошо известна, и попытки делаются большие предопределения и преодоления данного варианта. Сказать, что есть прорыва, нет, но, тем не менее, сочетание асимертениба и силаметениба – это все-таки некая надежда. И я в первую очередь выделил пациентов, которые в предшествующей линии уже получили асимертениб. То есть это не группа, которая обозначена синим светом, где есть Т790-я мутация, они еще не получали ингибидера. Теразинкина с третьего поколения, понятно, что здесь частота эффекта 57% будет, это понятно. А вот 17% – это уже хоть что-то, потому что альтернативы не было вовсе. И эти цифры, видите, похожи на ситуацию, когда есть мутация и нет Т790-й мутации, где частота объективного ответа составляет 14%. Еще одним интересным направлением является сдерживание болезни при наличии мутации в 20-м их зоне. И это отнюдь не только мутация Т790-М, она составляет где-то около 5% исходно, а вообще таких мутаций около 11-12%. Так что тема не столь бесполезна, и в данном случае пока это номерной препарат. Но уже есть очень обнадеживающие результаты, противоопухлевая активность, а главное, что медианое время без прогрессирования для этой категории пациентов уже составляет 8,1 месяца. Что еще? Ну, RED-мутации тоже не уходят из-под контроля. И опять-таки, следующая генерация ингибитор, BLUE667. И посмотрите, какие удивительно неплохие результаты были получены. Частота объективного ответа 60%, контроль над болезнью 100%. Осталось подождать, сколько длительен будет этот контроль. Но, тем не менее, по всем направлениям создается ощущение, что движение есть. И у нас появляются неплохие новые перспективы появления в нашей клинической практике новых подходов к лечению. Ну, НТРК, вы уже знаете, идет массивная атака в этом направлении во всем мире и в нашей стране. В том числе идет подготовка к тестированию широкому. И в случае выявления есть универсальный препарат. И надо сказать, что это не только для немелкокречного рака лёгкого. Вот видите, популярный рак щитовидной железы, карцинома молочной железы, глиобластома выявляется у детей. И препарат, в общем-то, достаточно эффективен. И в данном случае интерклинип, посмотрите, насколько хорошо диетуются при НДРК-мутации в немелкокречном раке лёгкого. Что очень важно, что препарат работает и при метастатическом поражении головного мозга, что, по-видимому, обеспечено хорошим проникновением через гематоэнцефалический барьер. И если в целом частота объективных ответов составляет 57,4%, то для метастазов в головной мозг этот показатель лишь немногим меньше, 54,5%. При этом достаточно приличное время без прогрессирования, в том числе в интеркорниальных метастазах, более года, 14,3 месяца. Ну, АЛК-ингибиторы, там вообще прекрасно всё развивается, поскольку ингибиторы следующих поколений действительно превосходят своего предшественника, кризотенип, и есть возможность и последовательного использования, и результаты, которые получаются по итогу, если оценивать общую выживаемость, они действительно даже выше, чем при использовании и GFR-ингибиторов, и АЛК-ингиб, на сегодня продемонстрирующие наиболее удовлетворительные, хорошие результаты при назначении в первой линии, а это медиана общей выживаемости около 35 месяцев. В данном случае были представлены данные по японской популяции, и здесь медиана оказалась приблизительно такой же. Время без прогрессирования составило 34,1 месяца, и стали доступны показатели по медиане общей выживаемости. Если мы привыкли, что на ингибиторах тирозинки НАС и GFR мы говорим о медиане общей выживаемости где-то около 3 лет, посмотрите, здесь результаты даже превосходят этот показатель. И на кризотенипе, обратите внимание, в скобочках написано, что 84% в группе кризотенипа в дальнейшем получили алектинип. Так вот, медиана общей выживаемости составила 43,7 месяца. Однако, как видите, кривые расходятся, и пациенты, которые начинали лечение с алектинипа, пока не достигли, и я надеюсь, еще в ближайшее время не достигнут, медианы общей выживаемости. И это может явиться поводом к действительно выбору именно ингибиторов второго поколения для старта лечения ЛК-позитивного немелкоклеточного рака легкого. Ну, бригатинип тоже ингибитор второго поколения, анти-ЛК. Он демонстрирует, с одной стороны, достаточно обнадеживающие результаты при назначении в первой линии, и там окончательных результатов еще не получено, медианы не достигнуты. Идет приблизительно по графику алектинипа, но при этом, что точно он сделал, он на сегодня показал лучшие результаты по использованию во второй линии при прогрессировании ингибиторов ЛК-позитивного поколения. Пока вот результат, который еще раз был подтвержден, 16,7 месяцев не превзойден другими ингибиторами, и он, безусловно, будет являться препаратом выбора при назначении и выборе терапии второй линии после прогрессирования на кризотенибе. Ну, РОС-1, да, РОС-1, вроде мы все привыкли, устаканилось. Понятно, что кризотениб неплохо контролирует эту болезнь, медиана, время беспрогрессировано достигает почти 21 месяца, все хорошо, но посмотрите, тот самый интерктиниб, о котором мы уже с вами говорили, оказалось, очень неплохо контролирует и РОС-1 позитивных больных, и медиана, время беспрогрессировано, 19 месяцев достойного уважения. И обратите внимание еще про градацию пациентов на начало лечения, есть метастазы в головной мозге или нет. Так вот, если метастазы в головной мозге нет, медиана, время беспрогрессирования составляет 26,3 месяца. Результаты более двухлетней времени беспрогрессирования, контроля болезни, они действительно достаточно хороши. Ну, наконец, переходя от таргетной терапии к иммунотерапии, хочу сказать, что мы привыкли к тому, что если встречаемся с пациентом с активирующими мутациями, то иммунотерапию, как правило, оставляем на конец в последнюю очередь, поскольку убедительных данных по эффективности иммунотерапии у больных с активирующими мутациями нет. Но, как вы знаете, бум по реализации комбинированных подходов к лечению, где иммунотерапия сочетается с химиотерапией, а может быть не только с химиотерапией, но и с антиангиогенной терапией, позволило пересмотреть и этот вопрос. И мне кажется, очень удивительным и убедительным выглядит график, представленный здесь, где ЭДЖФР позитивные пациенты, а более двух третей здесь пациенты, которые уже получили ингибиторы тирозинкина с первого-второго поколения и спрогрессировали, они отвечают на вот такую комбинированную терапию. Там очень убедительная и медиана без прогрессирования. Посмотрите, к двум годам медиана по группе, которая получала тазолизумаб-схимиотерапию с бевоцезумабом, она не достигнута. Двухлетняя выживаемость составляет 65%. И как мы привыкли, в иммунотерапии формируется некое плато, где пациенты, наверное, будут демонстрировать достаточно длительный бенефит от назначения данного вида терапии. Так что вот в такой комбинации непонятно, сыграл ли это тазолизумаб, сыграл ли это сизумаб, сочетание с химиотерапией, все вместе, но вот такой условный коктейль сработал очень эффективно. То есть формируются группы, при которых мы рассматриваем разные варианты лечения в зависимости даже от локализации метастазирования. И в данном случае представлена выживаемость, общая выживаемость при наличии метастаз в головной мозгу. До сих пор, честно говоря, у меня пока не сложилось окончательное решение, как поступать в случае, когда я рассматриваю иммунотерапию у пациентов с метастазическим поражением в головном мозге, какие схемы более эффективны. Поэтому вот такие поданализы, они очень важны. В данном случае речь идет по лечению неплоскокличественного рака легкого, сочетанием пембролизумаба и химиотерапии. И обратите внимание, что медиана общей выживаемости у этой сложной категории пациентов, ну, больше, чем в два раза выше, если это назначалась комбинированной иммунохимиотерапией, чем просто химиотерапия. 19,2% про 7,5% месяцев. Вот эти данные стоит запомнить, и они могут пригодиться в нашей клинической практике. Какие еще подгруппы пациентов рассматривают? Ну, рассматривают пациентов с метастазическим поражением печени, поскольку во многом эти пациенты демонстрируют один из самых неблагоприятных прогнозов течения болезни. И здесь опять мы можем говорить о сочетании иммунотерапии с химиотерапией антиангиогенными агентами. Для этого есть некоторые и предпосылки, и научные обоснования. И в данном случае мы видим действительно достоверное преимущество при таком подходе 13,3% против 9,4% месяцев на терапии без привлечения иммунотерапии, в данном случае от азолизума. Так что 13,3% – это хороший показатель. Приблизительно такие же результаты получены и при использовании при неплоскоклеточном раке легкого пембролизумаба с химиотерапией. В каком еще направлении двигаются исследования по иммунотерапии? Это попытка улучшить режимы ведения, сделать их более удобными. И вот как пример, это использование неволумаба в режиме 1 раз в 2 недели, либо с большей дозой 1 раз в 4 недели. И, к счастью, оказалось, что режимы равно эффективны, это действительно более удобно. И опять-таки не единичное такое наблюдение для неволумаба. Так вот модифицированы и дозы, допустим, дурволумаба в исследованиях по цифре, где раньше доза дробилась, и она исходила из веса пациента. Сейчас там по единой программе по цифре 2-5 получают пациенты лечение. Это тоже одно из направлений. Но, конечно, общая выживаемость. Чем дольше мы наблюдаем за этим процессом, тем интереснее цифры получаем, тем больше они нас радуют. И уже появляются поданализы. В данном случае это поданализ исследований Чехмейтного 17-057. Четырехлетние показатели. Видите, что они все-таки лучше в группе пациентов с ПДЛ-положительным статусом, где пятилетняя выживаемость достигает 20%. Но, позвольте, это уже каждый пятый. Это уже очень приятная опция, которую, безусловно, надо и нужно помнить. Более того, если мы получили эффект на терапии, а, как правило, проводим 2 месяца лечения, ну 4, и уже понятен эффект или есть, или нет. Вот если он есть, посмотрите, в 4 годах 58% пациентов с эффектом переживают этот срок наблюдения. И вот такое деление уже совсем настраивает на другой лад, в случае, если нам удалось достигнуть положительного эффекта. Что еще? Отдаленные результаты по другим препаратам. И в данном случае меня порадовали не только цифры, но и принципиально другая концепция. Все-таки более 50% экспрессии ПДЛ-1. Это очень серьезно, и это хороший прогностический фактор. Но оказалось, что назначая в первой или во второй линии, мы можем получить разные результаты. И все-таки они действительно таковы. Посмотрите, назначая в данном случае пембродизума пациента с гиперэкспрессией более 50%, мы можем надеяться на 5-летнюю общую выживаемость 35% жива, а при назначении во второй линии 15%. Двухратное преимущество, и все-таки получается, если мы выявляем больного с гиперэкспрессией, надо пытаться найти возможность сразу начинать иммунотерапию. Более того, такой подход и реализовал более удачные результаты по медиане, времени без прогрессирования. Посмотрите, если это гиперэкспрессия, то 48 или 49, но практически медиана на 24 месяца, 2 года, время без прогрессирования у больных, которые получали сразу пембродизума. Двигается иммунотерапия в сторону, безусловно, более ранних стадий, и речь в данном случае идет о третьей стадии, неоперабельной стадии рака лёгкого. Появились трёхлетние результаты, и они тоже очень обнадёживают 57% против 43% в группе плацебо после одномоментной химиолучевой терапии. И опять-таки формируется плато. Сегодня можно приблизительно рассчитать медиану, которая будет на 4 года, и она как раз приблизится к 50%. А ведь это 80% пациентов, которые получают выигрыш от назначения химиолучевой терапии. То есть из 10 в 8 получат выигрыш, из этих 8 четверо доживут до 4 лет. В общем, это результат, который начинает уже конкурировать напрямую с результатами хирургического лечения операбельной третьей стадии. Поданализ оказался очень интересный, и в данном случае стало очевидно, что неважно был получен частичный ответ, либо стабилизация, и в том и в другом случае пациенты достоверно выигрывали от назначения дурволумаба по сравнению с плацебо. Также было показано, что более раннее начало дурволумаба после окончания лучевой терапии является значимым прогностическим фактором в получении бенефита от назначения иммунотерапии. Наконец, иммунотерапия устремилась и совсем в ранней стадии в операбельный рак лёгкого, и здесь мы можем говорить о формировании так называемого большого морфологического ответа, когда жизнеспособными остаются не более 10% опытливых клеток. И частота такого большого морфологического ответа нарастает с интенсивностью, будем говорить, лечения. Она умеренная, где-то около 20% на круг при назначении в монорежиме иммунотерапии. При назначении иммуно-иммунотерапии этот показатель удваивается, и эпилемумаб с неволумабом в некоторых исследованиях показывает частоту объективного ответа в виде большого ответа почти до 40-45%. И, конечно, совсем удивительно выглядят цифры по сочетанию иммунотерапии с химиотерапией. Показатели 80-64% – это то, что раньше было просто недостижимо, и мы можем говорить о потенциальном переводе неоперабельных больных в операбельные стадии с возможным выполнением при необходимости хирургических вмешательств. И ещё немножко теория, где новые попытки подходов преодоления резистентности к иммуно-онкологическим препаратам, в данном случае использование антиангиогенных препаратов, поскольку считается, что патологическая сосудистая сеть может способствовать резистентности к проводимой иммунотерапии. А антиангиогенная терапия может поддержать нормализацию сосудов, таким образом улучшить доступ иммуноклеток к опухоли, сдвигая баланс в сторону иммуноподдерживающего микроокружения. И вот результаты, они пока первые, но они есть. Время без прогрессирования при такой концепции использования нентодониба с Акселом оставляет 5,5 месяцев. Посмотрим, что получится дальше. Но поисковые работы нужны, и вопросы преодоления развившейся иммуно-резистентности очень актуальны. Ещё очень интересным направлением, мне кажется, попытка восстановить чувствительность опухоли к иммунотерапии. И здесь цифровой тоже пока препарат в сочетании с неболумабом. А этот НКТР-214, это в общем-то пигелированный интерлекин-2, который в общем-то переводит так называемую иммунную пустыню, когда нет инфильтрирующих лимфоцитов, в активно насыщенную тумор инфильтрирующими лимфоцитами опухоль, где, кроме того, появляется ПДЛ-1-экспрессия. И в сочетании с неболумабом это могло быть, ну или с другим препаратом дать свой эффект. И в данном случае конверсия из ПДЛ-1 в ПДЛ положительные. Были такие исследования, через три недели они, как правило, ассоциируются с технической пользой для этих пациентов. Но в заключении хочу сказать, что слабые скажут не судьбу, а сильные скажут, я попробую еще раз. А самые сильные, те, кто сидят в этом зале, я надеюсь, будут говорить, что они пробуют до тех пор, пока все не будет так, как мы хотим. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Можно мне спросить? Константин Константинович, вот ваше личное мнение. Вы трагедная терапия назначили бы максимально сразу третье поколение или последовательно будете идти в клинической реальной практике? Я на сегодня окончательного решения в этом вопросе не имею, но в случае, если у пациента исходное есть поражение головного мозга, я уже свою позицию, по-другому, определил, и все это на значение сразу. Асимиртиниба. Асимиртиниба. Если это 19-й зон и хороший утолкоритный статус, данные тоже кажутся достаточно интересными и по опыте НИБО, но, с другой стороны, последовательная терапия, начиная с асимиртиниба, тоже весьма вероятна. Но вот комбинированные подходы, будь то рамоцирумаб, саруопенибом, либо биоцизумаб, может быть, это комбинация химиотерапии с ингибитором терроризминфиназ. Это очень интересная концепция. Сейчас у нас в центре, например, начинается исследование Флауру-2, где асимиртиниб будет сочетаться с химиотерапией против рукава асимиртинибы. И здесь я вообще надеюсь на очень хорошие результаты в группе сочетания асимиртинибы с химиотерапией. Спасибо. Скажите, а в рутинной практике вы назначаете интеркалирующий такой режим, да, вот как химиотерапия плюс в центре Блохина? Да, у нас было исследование, и мы начинали с двух месяцев ингибиторов терроризминфиназ первого поколения, после чего делали перерыв в лечении, проводили три курса по кетоцелу с хорбоплотином и возвращались опять на таргетную терапию. То есть мы не дожидались прогрессирования этого плановой замены. И на сегодня медиана времени беспрогрессирования в нашей группе составляет 19 месяцев. Это уже окончательная цифра или это промежуточная? Вы показали 34 месяца, это максимальная цифра, да, которая была... 19 это время беспрогрессирования, посмотрим дальше. Там 34 это была общая выживаемость. Да, а 19, мне кажется, это весьма неплохо. При минимальных затратах, будем говорить, с стороны государства и достаточно неплохой переносимость в эти пациенты. Спасибо. Константин Константинович, это зависело от мутации? Какой вид мутации был? Нет, мы, во-первых, брали и 19, и 21 зон. Ну и, если не ошибаюсь, результаты по 21 зону у нас в исследовании пока не уступают результатам при 19 зоне. Мы тоже надеялись и думали о том, что пациенты-носители 19 мутации ответят лучше. Но оказалось, что, может быть, это как раз концепция подхода к лечению пациентов с мутацией в 21 зоне. Спасибо. Спасибо.